Всем привет! Хотите послушать, как подскакивает стальной шарик на стальной или чугунной плите? Тогда соберите простейший имитатор такого звука всего из нескольких деталей, что мы сегодня и соберём. Это вариант несимметричного мультивибратора. Так что, друзья, погнали! Для сборки нам понадобится транзистор прямой проводимости MP25. Расположение выводов такое. Коллектор, эмиттер, база. Далее нам понадобится транзистор обратной проводимости КТ315. Расположение выводов такое. Эмиттер, коллектор, база. Также нам понадобится конденсатор на 220 микрофарад 25 вольт. Он электролитический и от него зависит общая продолжительность звучания. Далее неполярный конденсатор на 220 нФ. От него зависит длительность пауз между ударами. Также понадобится маленький динамик от какой-нибудь старой игрушки. Маленькая кнопочка без фиксации. С помощью неё мы будем приводить в действие нашу схему. И в качестве питания я буду использовать батарейку крона на 9 вольт с коннектором. Первым делом возьмём транзистор КТ315. И его базу припаяем на коллектор транзистора МП25. Теперь возьмём конденсатор на 220 нФ. Один вывод припаяем на коллектор транзистора КТ315. А второй вывод мы должны припаять на базу транзистора МП25. Теперь возьмём конденсатор на 220 мФ. Минус конденсатора припаяем на эмиттер транзистора КТ315. А эмиттер транзистора МП25 мы немного обкусим. Потому что он у нас слишком длинный. И припаяем его на плюс конденсатора. Теперь припаяем наш динамик. Один вывод динамика припаяем на коллектор транзистора КТ315. А второй вывод припаяем на эмиттер транзистора МП25. Возьмём коннектор. Плюс коннектора припаяем на кнопку питания. Теперь возьмём небольшой проводочек и припаяем его также на эту кнопку. Минус от коннектора припаяем на минус конденсатора. А плюс от кнопки питания припаяем на плюс конденсатора. И на этом схема собрана. Осталось только её протестировать. Подключим питание. Так как динамик далеко от микрофона камеры, то вам будет плохо слышно. Поэтому я взял микрофон-петличку и положил сверху на динамик. Так будет намного лучше. Как работает имитатор? Всё довольно просто. Стоит нажать кратковременно кнопку SB1, и конденсатор C1 зарядится до напряжения источника питания. После отпускания кнопки конденсатор станет источником, питающим мультивибратор. Пока напряжение на нём большое, громкость ударов шарика, воспроизводимым динамической головкой B1, значительна, а паузы сравнительно продолжительные. Постепенно, по мере разрядки конденсатора C1, будет изменяться и характер звука. Громкость ударов начнёт снижаться, а паузы уменьшатся. В заключении послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится, когда напряжение на конденсаторе C1 станет ниже порога открывания транзисторов. При налаживании имитатора добиваются наиболее характерного звука. Для этого подбирают конденсатор C1, в пределах от 100 до 300 микрофарад. Он определяет общую продолжительность звучания. Или C2, в пределах 0,1-0,5 микрофарад. От него зависит длительность пауз между ударами. И на этом, в принципе, всё, друзья. Ссылка на схему будет в описании к этому видео. Надеюсь, эта схема вам пригодится, и вы не пожалеете лайка для этого видео. Также пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. И с вами, как всегда, Влад и канал Влад Ютубер. И до новых встреч и до новых видеоуроков. Пока!